У него были огромные красные глаза, огромные белые два клыка, торчащих из рта, кожа, как будто он обмазался двумя килограммами крема от загара и побледнел просто, никогда в жизни не загорал. Он подошел к нам, посмотрел мне в глаза своими краснющими глазами и заорал на весь город, я кровосися, а после этого он просто развернулся и убежал, мы с мелким конечно успели наверное, я лично 4 раза обосрался, когда это все погорел, мелкий наверное раз 8 обосрался, после этого он редко убежал и мы его больше не видели, мы не знаем даже где сейчас находится Степа. Какой ужас, мой бедный Степа стал кровосисей, да он еще так кровосисей, что самое главное мы сейчас даже не знаем что делать, где его искать и как его обратно превратить в нормального человека. Но зато, зато есть плюс, зато Ритка посмотри вот туда в ту сторону, это бомжара если что, мэр города, мы его наконец-то смогли найти, это точно бомжар, вот бомжара, покивай башку если это ты. У нас сейчас задача превратить его обратно в нормального человека, пошли давайте по центре, бомжара, мелкий за мной. А ты Ритка, ты главное не расстраивайся, главное не плачь, все будет хорошо, я тебя уверяю, то что мы Степку 100% сможем найти рано или поздно и приведем его домой. Ты главное на улицу не выходи, а то у нас кровосись много в городе завелось. Так, все, бомжара, мелкий, на улицу, быстро, давай-давай-давай-давай, и ты бомжара тоже, давай-давай-давай-давай. Че-то Степушке не повезло, как говорится, пацан к успеху шел, но походу не дошел, он отошел буквально на 5 минут, когда он вернулся он был, он белым уже был, он был уже кровосисей, че-то я не понимаю как его быстро так преврати. Рикардо! Господи, помогите! От чего помочь-то, Рикардо? А, вот от чего помо... Ну, слушайте, шапки блохастые, ну если вы за ним бежали, тогда за ними продолжайте бежать, мы вообще тут стоим, как бы ничего не делаем. Мы же их в магазине закрылись, вы... А, ну, Рикардо, походу, зашел в магазин, дверь открыл, вот они и выбежали. Так, вы, вы, главное, идите за мной, бомжара, мелкие, и вы тоже... Чутики, чутики такие, хорошие, хорошие, конечно, злые на весь мир, вот это вовкадавы нафиг, вот это вонючие. Вы, главное, идите за мной, мы вам построили питомник или как-то приют для бездомных животных, не зря я как бы в предыдущей серии запряг Джамшута, чтобы он мне его построил. Давайте, вот сюда, 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 за мной, Джамшут здесь нахимичил то, что только мог, ну вроде будки есть, вот это игрушки есть, кости есть, вот это куда писать, какать, тоже, тоже есть. Ту-ту-ту-ту-та, тара-та-та-та, ну или как там собаки, пись-пись, ну вы внутрь, зайдите-то. Тут бассейн для вас есть новенький, тут раньше мелкий плавал, сейчас вы здесь будете плавать, заходите. Давайте, давайте, внутрь проходите, вот косточка, держите, опа, косточка какая вкусная, опа, в бассейне. Ага, первый бобик зашел, видишь, твой дружок уже зашел, теперь твоя очередь. Тут очень вкусные косточки, я сам пробовал, мне очень понравилось, правда их потом обратно как бы выплюнул. Опа! Ну вот и все, вот и все, вот оттуда вы сейчас и не выберетесь, зато вам здесь будет намного лучше жить, я вас уверяю как бы. И я перед подписчиками отчитаюсь, потому что я с самой первой серии жизни ютубера обещал, что я когда-нибудь построю питомник. Вот я его и построил. Да, мы потом его расширим, потом вообще сделаем зоопарк настоящий, но пока что вы будете жить здесь и не будете по городу бегать и кусать невинных людей. Все, мелкий, давай сюда за мной, бомжары тоже за мной, сейчас надо отправиться к бабке-ежке, превратить тебя обратно в нормального человека. А то уже это совсем уже не дело. Степа! Я знаю, что тебе там удобно, ты с суперклеем походу к лампе приклеился, но ты спуститься-то можешь? Тебя это, тебя Ритка дома заждала, Степа! Мы тебя вылечим, пожалуйста, мы тебя искали, две серии, ты сам перед нами сейчас появился. Степа! Тебя Ритка дома ждет сильно, скучает, грустит без тебя. Мы ее посидим, вот это навестили, она там плакала, как не в себя. Степушка, ну я знаю, что в тебе сидит еще нормальный человек, а не вот это кровосистие. Все будет хорошо, ты главное не переживай и доверься нам. Мелкий ты назад, главное, отходи вот тут. А, еще и Михалыч, да? Ну тогда вот сюда. Степушка, Михалыч, вы, главное, аккуратней с нами будь. А, ну еще же Людмилка, да, конечно же. Ребят, ну вы как бы, я в любом случае, даже если вы кровосистие, вы помните то, что вы навсегда будете моими друзьями. И друзьями Мелкого, и друзьями Бомжары, который курицей стал. Все будет хорошо. А тут есть вообще выход из этого переулка, или здесь тупик настоящий? Мелкий, ты что толкаешься? Михуил, Людмила, Степан. Ну я же знаю то, что в вас до сих пор сидят наши настоящие друзья. То, что вас укусили, это просто, просто, какие-то, просто туман какой-то в голове. Но вы же можете стать нормальными, вы, главное, боритесь, сопротивляйтесь вот этой заразе. Степа, ну ты же лучший мой друг. Друг, лучший мой друг, подойди сюда, пожми мне руку, и все будет хорошо. Степа, иди сюда, вот подойди сюда прям ко мне, Степа, давай, я тебя жду. Они там зависли или что, я не понимаю. Степа, ну ты сюда чуть-чуть ближе ко мне подойди. Если ты все же как бы вампир и, да, хочешь меня укусить, ну ты ближе чуть-чуть на метр. Подойди, Степа. А еще, кстати, я тебе историю не рассказал, мы же у Ритки твоей были. Она на самом деле не плачет, она радуется, что ты от нее ушел. Ну а что, как бы, муж у нее алкаш, вот этот Степа, да, получается. Она еще и страшненькая, как Вторая мировая война. Ближе, 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 ближе. Где она? Твой выход! Мелкий, а сейчас твой выход! Молодец, Мелкий, молодец. А вы что думали? Вы что думали? То, что все это просто так, что я такой дурак, что Степу заманю этот переулок и даже от него убежать не смогу. Это все было заранее продумано. Давно, давно, давно этот крест как бы здесь тоже нарисован, чтобы Генка просто сбросил наковальню. Генка! Спускайся вниз, давай! Ага. Так, Мелкий, твоя задача. Ты прямо сейчас отправляешься к нам домой и притаскиваешь сюда вот тот автобус, который я новый купил. Нам нужно Степу в него погрузить и ты, Генка, ты, Генка, его отвезешь в мэрию. А там бабка-ёшка, которая поможет нам и бомжару обратно в человека превратить, и какое-то зелье новое изобрести, чтобы Степку-вампира-кровосисю обратно тоже в человека превратить. Потому что, мне кажется, бабка-ёшка точно сможет. Короче, вы стойте здесь, я сейчас вернусь, я быстро за Мелким тогда сгоняю. А вот это уже не по плану пошло. Ты ещё кто такой? Так, планы немножко подождут, Мелкий. Давай за вот этой летучей мышью сейчас погонимся, она может вас привезти в их логово, там, где они прячут вот эту титикаку. Генка, а ты Стёпу погрузи в эту тарантайку и отвези в мэрию, мы скоро к тебе присоединимся. Ага, вы за мной, давайте, главное, не отставайте. Слушай, Бомжара, ты же всё же как бы курица, да, летать вроде умеешь, ну, хотя курицы не летают. Слушай, Бомжара, может ты тогда попробуешь догнать вот эту летучую мышь, может у тебя получится, не? Да-да-да-да-да-да-да-да, куда-то, да ты-то с Бомжары слезть, Мелкий, ты слишком тяжёлый, я сказал, что Бомжара просто взлетел. И дрить колотить куриный наездник, навозник просто. Во-вот-вот-вот-вот, не отстаём, не отстаём, Мелкий, догоняй, Бомжара тоже догоняй, она вот, она куда-то вот туда летит. Всё же, может, она нас реально куда-то приведёт? А то мы до сих пор так Титикаку эту и не нашли. Ааа, она на гору собралась. Слушай, мелкий, но мы с тобой на этой горе были всего лишь один раз. И то зимой, когда мы на санках катались. Может, здесь реально есть какой-то подземный бункер, где они прячут Титикаку, где прячется вот этот граф Дракула их. А? А дальше-то куда собралась, а? Полетела, 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 полетела. Мелкий, не отставай, давай за ней куда? Она вниз туда спустилась, к этому дому, мелкий. Мелкий! Ну ты дурака, кусок, ты на бомжаре с горы сиганул! Зато мы хотя бы выяснили то, что бомжара точно умеет летать, даже тогда, когда он курится. Ты жди там внутрь, не заходи, я сейчас спущусь. Из бомжары слезь, пожалуйста, ему тяжело сто процентов. Мелкий, ты там? Это мышь летучая, она внутрь туда зашла, залетела, да? Так это же тот самый заброшенный дом с бассейном. Я помню, мы с мелким серией 120 назад здесь купались в этом бассейне. Ну, я купался в этом огромном бассейне, а мелкий здесь в этой суточкой маленьком купался. А что мы раньше-то не догадались, то, что они могут прятать Титикаку в этом заброшенном доме? Мне кажется, здесь у них какое-то логово вампиров, не? Ладно, слушайте. Я всё понимаю, то, что нам сейчас очень сильно хочется зайти в этот дом и вызвали Титикаку. Ну, как бы это даже не то, что он там внутри находится, но мы не можем просто так втроём с курицей идти внутрь. Нам нужно заранее подготовиться. Да хотя бы бомжару надо превратить обратно в человека, а уже потом заходить в этот дом. Зато мы знаем то, что летучая мышь точно туда внутрь залетела. Всё, давайте, быстро за мной побежали к бабке ёшке. Она нас уже заждалась. Хотя она даже не знает, что мы как бы прийдём. Но зато она нас уже заждалась. Давайте. Генка молодец, притащил Сёпу на вот этой Тарантайке, как мы его и просили. Заходите внутрь и вот эта дверь закрывайте. Бомжара за собой дверь закрывает своими крылышками вот этими. И сейчас медленно, но уверенно идите за мной. Мы просто не знаем, могут здесь быть вампиры или нет. Но вроде никого здесь нет. Бабка ёшка, ты там внутри? Бабуль! Ладно, давайте заходим по одному. Ядрит, голодит, карга старая, это же мы. Чё ты со своими зельями проклятыми бросаешься? Ты траванула меня, бомжаруй, мелко. Ты с ума сошла, а? Мелок. Ну так ты стучи перед тем, как в дверь заходить. Ну так я и стучал, глухомань ты, Петровна. Два раза в дверь стучал, ты это не услышала. Заходите, давайте внутрь, заходите, давайте быстро. Давай, 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 давай. Мы тут это... Где бомжара? Подойди сюда, подойди вот сюда. Где Генка? Генка! Ты чё, на столе-то развалился? Мы бомжару настоящего нашли. Вот этого, которого ты превратила в курицу. Мы... Ты даже себе не представляешь, чего нам это стоило, чтобы его найти. Мы куриц 10 кокнули перед тем, как нашли настоящего. Всё, что я хочу попросить со всеми, кто сейчас находится в этой комнате, чтобы ты превратила его, пожалуйста, обратно в нормального человека. У нас в городе мэра нет, потому что мэр курица. Да я видеть его не хочу, он не достоин моей Леночки. Бабуль, я тебе зубом своим вот этим вот клянусь, то что бомжара лучший мужик в этом городе. Я знаю его дольше всех остальных, дольше, чем Стёпу, дольше, чем Мелкого. Я за него могу ручаться. Если он и нафоршмачит где-то, и случайно обидит Леночку, то я его сам кокну, и сам его в курицу вот это превращу, и сам потом его на куриные котлеты пущу. Я тебе честно говорю. Мамуль, я его очень сильно люблю. Я рада, что ты так сильно за меня переживаешь, но это моя жизнь. Я сама хочу решать, за кого мне выходить замуж, а за кого нет. Вот видишь, бабуль, Ленка его любит просто до потери пульса, да и мы бомжару этого любим. Переводи его обратно в нормального человека, пожалуйста. А может мы это, его всё же на куриный бульончик пустим, а? Не, я как бы бульон люблю на самом деле, когда мама его готовит. Я на самом деле, я бы не против. Но нет, нет, если бы это была обычная курица, то да, но это бомжара. Переводи его, пожалуйста, обратно в нормального человека. Ну ладно, бомжара, готовься. Так, отойди туда, иди туда в сторону. Так, бабуль, ты тоже давай становись. Только всё, чтобы хорошо прошло, потому что после бомжара нам нужно ещё Стёпу в нормального человека превратить. Поэтому давай, когда будешь готова, бери и бросай. Давай, миленький мой, давай! Ой, Леночка сейчас описывается просто от радости. Воссоединение семьи. Гена! Тебе спать ещё не надоело? Мелкий разбуди убитый по башке. Ты чё, уснул на бильярдном столе, что ли? Комары-кровопийцы! А-а-а! Утю, э-э-э-э, это, это всё, это кошмар был! Ген, это кошмар был, успокойся, ты просто резко уснул. Нет, всё, нет, нет, иди кровать, иди кровать, иди вот это, комаров-кровопийц, хотя нет, есть. И один комар-кровопийца вот здесь заточён в этой клетке. Да, Стёпушка? Стёпа, это мы, твои друзья. Я, Мелкий, Гена, Леночка, Бабулька, Пропердулька вот это, и Бабжара. Мы тебе поможем, главное, чтобы ты хотя бы что-то вспомнил. Ты помнишь, кто ты такой? Кровосися! Да, в данный момент ты кровосися, но ты наш друг. Стёпа! Нет, Бабуль, его надо срочно превращать в обычного человека. У тебя же миллион вот этих зелий, ты знаешь, умеешь их кравдить. Одно зелье, чтобы он просто стал нормальным человеком. Ой, Мелок, здесь не всё так просто, как ты думаешь. Главный ингредиент для зелья, это кровь того, кто его укусил. Кровь того, кто его укусил. Стёпа! Кто тебя укусил? Назови просто имя. Людмила, Михалыч, Граф Дракула, Мамина Мама, я не знаю. Кто тебя кусанул? Кровосися! Ну, то, что тебя кровосися кусанул, это я сто процентов знаю. Но какая именно кровосися? Ладно, Гена, ты со мной, Мелкий, ты со мной, выходите на улицу. Бомжара, ты здесь остаёшься за главного. Мы сейчас пойдём и попытаемся узнать, кто же его всё же кусанул. Вы со Стёпой, главное, глаза не спускайтесь, бабульки тоже не спускайте. А то, если Бомжара опять что-то начудит, она его в какой-то выкухоль превратит или в тушканчика. Поэтому давайте, двери забарриканируйте, чтобы вампиры тут не появились и вот это не кусанули вас. Ага, давайте. Так, нужно найти того, кто кусанул Стёпу. А как это узнать, кто его кусанул? Ладно, давайте, пойдёмте за мной, сейчас постараемся это выяснить. У меня есть одна небольшая идея. Последний раз мы же видели Стёпу вот здесь, и он отправился куда-то вот в ту сторону. А когда он вернулся, он уже был кровосисей. А у меня же вот здесь находится мой личный ресторан, возле которого дофига камер. Мне кажется, если кто-то нам и поможет выяснить, кто же цапанул нашего Стёпушку, то только камеры. Поэтому давайте, заходите сюда в будку охранника. Здесь есть старенький комп, через который мы сейчас как раз таки и посмотрим, кто же кусанул нашего Степана. И... Эпа! Всё, заработало, заработало. Так. Дело было ночью, но это и понятно. Стёпы пока что я не вижу, но возможно он сейчас придёт. Идёт, идёт, идёт. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, несколько дней назад он... В ресторан мой пошёл. А чё он в ресторане-то моём делал? А как только мы вылечим Стёпу, первым делом я у него и поинтересуюсь, почему он без моего разрешения в ресторан мой приходит. Куда, 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 куда? На кухню-то пошёл? А к холодосу-то зачем подошёл-то Стёпа? Пиццу украл! Хот-доги украл! Кока-кола украл! Это как называется? Ты пописяка усатая! То есть, если я пока что в своём ресторане ничего не продаю, потому что он временно закрыт, он думает, что он может сюда приходить и просто еду воровать. Ну а кто его кусанул-то? Или он что-то просроченное сел и просто ему поплохело? Так это тот самый граф Дракула, это необычный даже вампир! А Стёпа даже ничего не подозревал, он сидел на моей кухне, продукты мои хомячил без моего разрешения! Так вот как оно всё было! Это ещё что такое? Как он в Стёпу только что превратился у меня на глазах? Я сейчас ничего не понял. Я это один видел? Или это все сейчас видели, что этот граф Дракула в Стёпочку нашего превратился? Превращающаяся кровосися! Подождите. Если он стал нашим Стёпой, то где настоящий-то Стёпа? Где он всё это время... Стёпа! Это ты? ИНТРИГУЙМЕРЫ ИНТРИГУЙМЕРЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok